Зазвонные колокола можно использовать как по одному, как и все, всю трешку вместе. По одному здесь огромное количество. Трешку всю вместе также, одним аккордом можно использовать в сочетании с подзвонными колоколами. В принципе этот элемент можно делать как и двушкой, так и трешкой, ну не знаю, три колота, мне кажется, звучит интересно. Такой аккорд становится немного богаче. Что еще можно сказать? Основное у нас происходит, конечно, подзвонная группа. То есть вся наша фантазия, все то, что мы можем придумать, мы можем показать, все это подзвонная группа. За звон ритмика звона, да? Он может так подчеркивать основную группу, так и, видите, как и фоном всего звона, но ни в коем случае не должен, скажем так, навязать вперед. То есть подзвонная группа, это вот основная, да? В подзвонной можно делать практически все, что не помешает, не собьет вас самим. То есть здесь и синкопы, и обычные четверти, и, в принципе, и половины, да, то есть можно звонить все, что угодно, и какие-то дроби. Огромное количество всяких разных фигур, можно также восьмыми звонить. Можно звонить, в принципе, на протяжении всего звона синкопы сплошные, но можно делать достаточно осторожно, чтобы выключал. В общих чертах, и все. Ну и, конечно, самый главный пациент. Можно научиться работать со звуком. Какого-то, да, ну, наверное, надо даже больше и нужнее, чем какие-то технические элементы. Да. Спасибо.